Утром 13 октября произошел пожар в доме 54 по улице Чернышевского, в результате которого Берчанка потеряла родного отца и все свое имущество. Пострадавшая нуждается в помощи неравнодушных людей. С начала года на территории Берска произошло более 70 пожаров. За последние несколько дней огонь унес жизни двух пенсионеров, а также уничтожил дома и надворные постройки. Утром 13 октября в результате возгорания в доме 54 по улице Чернышевского Светлана Чернышина в пламени пожара потеряла своего отца и лишилась единственного жилья. Светлана до сих пор пребывает в шоковом состоянии после случившегося. Меня дочь разбудила где-то часов в 7 утра. Она говорит, мама, все в дыму. Он говорит, что я поняла, что маму надо спасать и поэтому как бы тебя разбудил, как она потом озвучила. Я схватила дочь, выбежала. Ну как, естественно, с пятым она в трусиках была, а я как бы в пижамке как бы. Вот, а холодно на улице же было. Вот, я забежала в дом, у меня одежда на велотренажере висела. Хорошо, как бы я с вечера повешала, как чувствовала. Я велотренажер вынесла через весь дом, одела ребенка, себя и босиком побежала к соседям за помощью. Когда я прибежала к соседям, через пять минут уже невозможно было войти в дом. Уже два, сгорела полностью комната вся. Но на тот момент, когда я выбегала, папа был еще живой. Я кричала, папа, папа, он ответил мне, как бы, что, что, вот так. Ну, как бы, то ли уже, как бы, ну, такой полупьяным языком, видимо, как я поняла. Когда мы одевались на улице, я слышала грохот, он, видать, пытался выйти, уже не смог. Вот, когда сосед пытался забежать, его спасти, он говорит, я уже два шага сделал, и я упаду рядом с папой. Потому что уже плавилось все, как бы, уже все сдувалось кожей, и все там, ну, градусы были такие большие. Отца Светланы спасти не удалось. Скорее всего, очаг возгорания находился в его комнате. Старшая дочь Светланы накануне осталась ночевать у подруги. Сама пострадавшая говорит, что осталась жива благодаря своей младшей дочери. Я просто вот лежала и чувствовала, что я, как бы, я не могу встать. У меня было такое чувство, что вот у меня, как бы, душа хотела, как бы, встать, а тело уже не могло. И вот голос дочери меня пробудил, ну, как бы, к жизни, вот, видать, в последние минуты, вот это все, как бы, минута-две, как бы, еще, как бы, мы не вышли. Пожарные прибыли через 10 минут. Пожар потушили достаточно быстро, но дом сильно пострадал от огня. Сильно пострадала комната, вот, просто пепелище вообще, там потолок там весь обвис, и, короче, прогорели все окна, пол весь залит, как бы, вообще, ну, как бы, вот, просто идешь, вот, как пепелище вообще. На кухне все прогорело, там все поплавилось вообще, все, что можно, как бы, ну, все, вот, какая бытовая оттенка была, она прям вот просто вот, у нее просто, она как лужа стала. Сейчас семья находится в крайне тяжелом финансовом положении. Светлана временно осталась без работы, состоит на бирже труда и проходит обучение на медицинский сертификат. Старшая дочь Светланы также находится в поиске работы. На данный момент, как бы, ну, абсолютно нигде жить. Мы живем у сестры, как бы, мы обе собственные, здесь нетого дома. И она на данный момент снимает уже жилье с независимым ребенком, тоже, как бы, и с мужем, вот, за 12 тысяч. Мы сейчас ютимся у них в однотонной квартире. Вот, спасибо им, очень огромный поклон, что они нас приучили и в трудную работу не бросили. Все вещи и бытовая техника сгорели в огне или стали непригодны для использования из-за несмываемой копоти. Неравнодушные берчане, узнавшие о беде Светланы, уже оказали посильную помощь. После пожара очень много людей откликнулись, многодетные семьи, они более отзывчивые, более теплые. Они, как бы, дали вещи, как какую обувь, постельное белье, кто что мог. Вот, как бы, даже немножко денежек перечислили, ну, 3 тысячи, вот, на счет, как бы. То есть, я считаю, что, как бы, это очень большая помощь, потому что на данный момент, как бы, это я благодарна тем людям, которые не остались в стороне. В отделе социального обслуживания населения ситуацию взяли под контроль. Сейчас оформляются все необходимые документы на выплату пособий и предоставляется жилье из маневренного фонда. Семья Чернышиных, пережившая страшную трагедию, нуждается в помощи и рада любой поддержке. Все желающие могут обратиться по номерам телефонов, указанных на экране. Мне дочь освободилась.